Ты знаешь, что так интересно работает поле. Я вот вроде задаю вопрос, и Вселенная, в принципе, уже отвечает. Про мой геморрой хотела тебя спросить. Но уже, как говорится, ты дал нам ангела, и я, в принципе, работаю уже над этим вопросом. Ну, как бы вот, может быть, еще, пожалуйста, да, давай со мной. Он у меня почти 24 года после рождения первого сына, который погиб у меня, да, 5 лет назад. Ну, как бы не будем на этом заострять внимание. Ну, вот факт то, что 25 лет, да, он и кровил поначалу, то есть, то нет. Я там ссылалась на питание, и там работала как бы психосоматика, что это мысли о прошлом. Но я все равно в прошлом, ну, часто живу, тем более сейчас, как бы возвращаясь туда, где сын живой. То есть это как бы имеет место быть. Но какие еще могут быть вот темы с геморроем? Вот как бы хотелось бы разобрать. Ну, смотри, Ольчик, давай разберем. Ты по-любому делала медитацию, общение с болезнью. Что она выдает? Какие ответы? То, что живешь в прошлом или… Ну, да, прошлое. То есть, знаешь, я часто вот такие у меня… А вот если бы там я была, а я бы там вот дети, когда живы, вот… Ну, вот часто, часто, конечно, это история, да. Это не питание сто процентов. Не, я просто проходил и геморрой, и трещины прямой кишки восемь лет. Да, я знаю твою тему, да. Да, просто вот агрессия может быть такое? Не знаю, тоже вот вы можете сейчас. Может, конечно. Конечно, давай просто представим одну ситуацию. Вот ты просыпаешься утром, и весь твой диапазон мыслей не о том, что сейчас происходит. И так постоянно изо дня в день, очень долго уже. Вот и геморрой. Поэтому первое, что нужно начать, это поблагодарить его. То есть сказать, дорогой геморрой, я благодарю тебя. Я понимаю то, что ты пришел для того, чтобы я трансформировалась и стала лучшей версией себя. Первое – это благодарность, болезнь, никакой борьбы. Второе – я прошу тебя, выдай мне все-таки, почему ты меня беспокоишь. Что я должна в себе убрать, что я должна в себе трансформировать, что я должна в себе поменять. И когда он тебе это выдаст, желательно это все выписать и начать применять в жизни. То есть, к примеру, если мысли о прошлом, ты можешь поблагодарить эту ситуацию о прошлом и выписать ее себе. Опять же, за что ты благодарна, то есть чему тебя эта вся ситуация научила. Ну вот, сын ушел, да, это очень трагическая, сложная ситуация, но мы с тобой немножко общались. Вспомнишь, в «Нелезобираме»? И ты уже по-другому к этому относишься. Нет, я, да. Постарайся на этом акцентировать внимание именно. И еще одно. Вот смотри, он начался при родах. Тогда, 24 года назад, ты разбиралась ситуацией? Что тогда? Ну да, я тоже писала тебе, да, что я вот сейчас четко прям помню, что я была молодая, мне было стыдно обкакаться во время родов. И вот я сдерживала вот это вот. То есть, вот это еще тоже как бы страх вот этого. Я думаю, что он тоже сидел. Я это прорабатывала потом, когда осознала. То есть, да, я прям ушла в ту ситуацию. Подожди, стоп, а ситуация не тут. Ситуация в детстве в твоем. Она выглядит как какой-то позор. Что это было? Вот все ситуации с детства моделируются. То есть, и ситуация с родами, и с геморроем, и с боязнью, да, как бы по-большому сходить, она смоделирована где-то из прошлого. Когда был такой же страх? Да, хорошо, да. Сейчас сразу сплыло. Это было, ну как раньше они, анонисты назывались, маньяки детские. То есть, да, как бы подловил меня на том, что я потеряла деньги, искал со мной в скверике. Потом, да, посадила, говорит, пойдем в подъезд, ну, я тебе покажу, ты мне, да. И ты знаешь, я вот сейчас думаю, боже мой, как маленький ребенок мог включить взрослого человека. Я вот от него отворачиваюсь и начинаю махать вдаль и говорить. Сейчас я подойду, меня вон знакомый ждет. И я бежала домой так, я даже не помню как. А теперь стоп. Ты видишь себя маленькую, которая бежит вот прямо сейчас? Как его нет, это как в тумане, Дима. Вот как я машу, да, и начинаю от него отбегать. А как я пробежала весь этот путь домой, я вообще не помню. Ты от первого лица видишь картину, то есть ты видишь, как ты ему машешь, правильно? Я даже нет, я даже сейчас могу себя, вот я прям чувствую себя, как я стою напротив него. Ты понимаешь, я даже помню его лицо. Вот развей этот туман сейчас и посмотри именно на себя, на малышку. Сейчас стоп-кадр, то есть ты находишься в окружении ангелов, он тебе ничего не может сделать. И посмотри, как малышка выглядит. Она испугана? Ты знаешь, нет, абсолютно. Она спокойна, ровно с ней все, верно? Прям да, она вот именно уверена, что все, да. Отлично, тогда сейчас возьми ее за руку и отведи в максимально безопасное ее любимое место, где ей будет хорошо. И пока ты ее ведешь, пока ты с ней сейчас взаимодействуешь, направь на нее луч божественной любви и света, наполни ее светом, спокойствием, чувством безопасности, высветли ее максимум, чтобы у нее проявился ангельский образ. А теперь эту энергетику перенеси в область геморроя, вот прямо туда, где он болит. И посмотри, какая сейчас реакция в теле начнется. То есть мы малышку высветлили, и эту светлую энергию в область геморроя сейчас помещаем. Какие ощущения сейчас там, в области? Ну, вообще, ощущение такого спокойствия, как будто, знаешь, вот, ну, наконец-то. Ну, вот. То есть, видишь, получается, она все эти 24 года все как бы убегала и... Ну, получается, не 24, это мне было, наверное, 5, а мне сейчас 46. Представляешь, это больше 41 года. Да, да, больше 41 года. И таких фантомов очень много. Ну, ты знаешь об этом. Да, да, я знаю, да. Вот я с этим моментом не совместила, да. Поэтому хорошо, что ты мне посвятил как бы вот это. Да, мы будем на вип-канале почаще эфиры делать. То есть я раньше их проводил два раза в месяц. Сейчас пока что немножко график забитый, но я буду как можно чаще делать, с вами общаться. Для меня это важно. Чтобы у вас исцеление происходило от всего этого, мы будем делиться результатами и так далее. Но просто момент весь в том, что порой сам с собой работаешь, и ты как закольцованная система. Не можешь себя извне проанализировать. Ну, типа... Разным, да, там немножко тоже блокируют. Невозможно уйти. Там столько ситуаций, видимо, вот этих, что не можешь найти нужную. Да, поэтому пока что вот пускай реакция идет, пускай вот это исцеление сейчас идет, а ты сообщай, пиши мне. Договорились? Продолжение следует...